Здравствуйте! Здравствуйте, Саюна! Радислав Гандапас, ведущий бизнес-тренер России по лидерству и ораторскому искусству. Впервые в ЛНД провел тренинг «Пан или пропал». А во сколько чаще всего вы начинаете свое утро? Очень по-разному. Сегодня начал в 3 часа ночи по московскому времени. Ваш ежедневный завтрак? Очень по-разному. Иногда я не завтракаю совсем, иногда я не обедаю и не ужинаю тоже. Нет обыкновенного, но предпочитаю каши, если есть выбор. Как бороться со своими комплексами? Жить надо полной жизнью, пробовать, экспериментировать. Но, в принципе, если комплексы это уже клиника, то лучше обратиться к клиническому психологу, я считаю. Какую книгу должен прочитать каждый? Каждый человек, говорящий по-русски, должен прочитать мертвые души. Я считаю это обязательно для каждого человека. Одно важное правило ораторского искусства. Какое правило? Ораторское искусство. Ложное? Важное. А, важное. Да. Нужно лучше готовиться. Это скучное правило, буду банален, но оно самое эффективное. Нужно тщательно готовиться. Занимаетесь ли вы спортом? Конечно. Сегодня утром занимался, несмотря на то, что разница во времени 5 часов, и я проснулся с этой разницей во времени. Я сегодня утром занимался спортом. Это обязательная часть. Что правит миром? Хотел бы я сказать любовь, но я думаю, что миром правит целесообразность. В первую очередь. Как заработать миллион? Очень просто дождаться, когда рубль девальвируют до того, что миллион будет ежемесячной зарплатой и просто получить зарплату однажды. Вот есть такой вариант. Хорошо. Совет дня для зрителей нашей программы? Совет дня простой. Если вы что-то решили, не откладывайте, но если это действительно ваше желание. Если вы приняли какое-то решение сгоряча, отложите его на завтра, подумайте хорошенько и примите окончательное решение на холодную голову. Нужно... Вот, к сожалению, многие люди быстро воплощают принятое сгоряча решение и жалеют о них. А решения, которые давно созрели, не воплощают слишком долго. Поменяйте их местами и жизнь вашей изменится лучше. Спасибо большое. До свидания. Спасибо.